Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на деятельность по эксплуатации третьего энергоблока Ростовская АЭС в формате круглого стола состоялись в ДК имени Курчатова. Напомню, что в августе этого года уже прошли общественные слушания по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации строящегося третьего блока атомной станции. Участие в круглом столе приняли проектировщики и специалисты в области эксплуатации Ростовской АЭС, представителей концерна «Росэнергоатом», государственных и независимых экологических организаций, администрации и Думы Волгодонска, общественных организаций, а также жителей города. Всего около 60 человек. Тему продолжит Артем Бегоцкий. Общественные обсуждения – обязательная процедура для получения государственной лицензии на эксплуатацию третьего энергоблока Ростовской АЭС. Это важнейший этап комплекса работ по обоснованию строительства и ввода блока в рабочий режим. Но не только поэтому атомщики уделяют повышенное внимание этим мероприятиям. Такой диалог полезен всем заинтересованным сторонам, уверены они. Еще раз показываем всем горожанам, всем населению, как мы собираемся эксплуатировать третий, четвертый энергоблок, какие там новшества приняты с точки зрения безопасности, экологичности. Сравниваем показания и предоставляем тоже на суд общественности. На строящемся третьем энергоблоке Ростовской АЭС будет установлен реактор типа ВВР-1000, который считается одним из самых надежных в мире. Кроме того, уже сейчас при проектировании были учтены все возможные нештатные ситуации, в том числе и опыт, полученный атомщиками в связи с событиями на японской АЭС «Фукусима-1». То есть третий энергоблок станет, пожалуй, самым технически прогрессивным в России. Сношения проходили и в Дубовском районе, на территории которого и расположена Ростовская АЭС. Атомная станция сегодня приняла на работу, и там работает несколько сотен наших молодых людей, которые сегодня... Это очень большая проблема занятости. Это доходы, это уровень жизни и так далее, обеспечение семей. Ростовская АЭС играет особую роль в формировании экономики и социальной политики, отметил спикер Волгодонской думы и председатель ассоциации территории расположения атомных станций Петр Горченюк. Он уверен, что с пуском еще одного энергоблока вклад атомщиков в развитие территории только возрастет. Каждый энергоблок примерно передает областной бюджет, вы говорите об областном бюджете, порядка миллиарда рублей ежегодно. Наши центры социального обслуживания, они финансируются, департамент за счет областного бюджета. То есть деньги нам возвращаются вот именно как раз вот на такие вот практики социальной направленности. Сейчас на третьем блоке Ростовской атомной станции выполнено большинство строительно-монтажных работ. Строительные работы в реакторном отделении закончены на 90%. Завершен монтаж полярного крана для загрузки в блок реакторного оборудования. И как было отмечено в ходе круглого стола, строительство идет в соответствии с графиком, а значит физический пуск третьего энергоблока начнется точно в срок в 2014 году. Артем Бегоцкий, Петр Авдеенко, Иван Иванков. Новости ВТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова